Премьер-министра в Великобритании госпитализировали с коронавирусом. Отмечают местные власти. В случае, если он окажется нетрудоспособен, обязанности премьера перейдут к министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу. Джонсон призвал всех граждан оставаться дома и спасать жизни. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Британии 48 тысяч. Более 10% из них погибли. Смертность в стране растет стремительными темпами. Накануне королева Великобритании обратилась с посланием к нации. Она подчеркнула, насколько важно в сложившейся обстановке сохранять дисциплину и выразила благодарность врачам по всему миру. Мы сталкивались с трудностями и раньше, но в этот раз все по-другому. Сейчас мы объединились со всеми странами по всему миру. Вместе с нами все достижения науки и наше желание вылечиться. Мы победим, и эта победа будет принадлежать каждому из нас. Если мы будем бороться вместе, все получится. Я верю, что через годы люди будут гордиться тем, как мы справились с этой бедой. И наши потомки скажут, что британцы в это время были сильным поколением. В России за сутки 954 новых заразившихся. Общее число по официальным данным теперь 6343. Роспотребнадзор сегодня заявил, что в стране запустят тестирование на коронавирус на дому. Это можно будет сделать за деньги и пока что только в Москве и Подмосковье. Пока власти обещают распространить тестирование на всю страну, но когда именно это произойдет, неизвестно. В Украине с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничения. Там запрещено находиться на улице без масок, гулять в парках, в скверах, а также собираться более чем по двое. Люди старше 60 лет обязаны самоизолироваться. Всего в Украине официально 1300 случаев коронавируса. 38 пациентов умерли. В Кыргызстане общее число жертв заболевания 4 человека, а милиция сообщает о массовых нарушениях комендантского часа. Напомню, с конца марта на некоторых территориях республики действует чрезвычайное положение. С тех пор за нарушение изоляции были задержаны уже около 2000 человек. Дональд Трамп обещает американцам свет в конце туннеля. Так, президент США отреагировал на отдельные цифры по пандемии коронавируса. За вчерашний день в Нью-Йорке заразившихся и умерших впервые оказалось меньше, чем днем ранее. И Трамп назвал это хорошим знаком. «Мы видим свет в конце туннеля. Все меняется. Надеюсь, в ближайшем будущем мы будем гордиться работой, которую мы проделали. Нельзя быть счастливыми, когда умирают столько людей, но мы будем гордиться всем, что мы сделали, чтобы снизить количество смертей до минимума, насколько это было возможно с таким ужасным-ужасным вирусом». Врачи и эксперты в США настроены менее оптимистично. Так, советник Белого дома доктор Энтони Фаучи накануне сказал, что «краткосрочные результаты в США выглядят очень плохо». Это цитата. А главный хирург страны Джером Адамс предупредил, что грядущая неделя будет самой тяжелой и трагичной в жизни большинства американцев. Он сравнил коронавирус с терактами 11 сентября и нападением на Перл-Харбор. В США 330 тысяч заразившихся – это самый высокий показатель в мире. По официальным данным, 9 тысяч человек умерли. Но New York Times, Washington Post пишут, что жертв может быть гораздо больше. Их просто не успели сосчитать из-за нехватки врачей и бюрократических проблем. Всего в мире 1 миллион 200 тысяч заразившихся, почти 70 тысяч человек погибли. В Италии, Испании и Франции по последним данным показатели выравниваются. Новых заразившихся и умерших там с каждым днем столько же или меньше, чем днем ранее. В разгар пандемии это считается хорошим показателем. Тем временем в Японии власти готовятся объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса. Премьер-министр Синзе Абе должен выступить с речью в ближайшее время. Об этом сообщают сразу несколько СМИ. Чрезвычайное положение станет первым в истории Японии. Власти могут пойти на такой шаг из-за резкого роста числа заболевших в крупных городах. На этом все и до встречи.